И вам нужна молитва по полтора часа каждый день с утра. И тогда вы будете чувствовать себя хорошо, муж ближе будет к вам, и вы будете нормально работать. Это называется неправильный образ жизни. Понимаете? И если смотреть вглубь вот этой проблемы, то глубина этой проблемы такова. Человеку просто не так сильно нужна его собственная жизнь. Потому что если человеку нужна жизнь, он будет совершать аскезы, которые ему дают возможность жить. Вот если судьба пригибает, человек должен ей сопротивляться. Вот и всё. Но вы просто не сопротивляетесь, а просто входите в подавленное состояние. Это от лени идёт. Потому что вы не хотите бороться за свою жизнь. Вот и всё. Ну тогда вы помрёте просто и всё. Но и что? Потом следующее рождение, опять такое же состояние. Потому что вы вечная. В ней это никогда не закончится. Это не выход всё равно. В какое бы состояние человек ни уходил из жизни, в этом он появляется на свет. Ну то есть, если вы в депресснике ушли из жизни, в депресснике появляетесь на свет дальше. И в этом состоянии потом будете жить. Может быть, всю жизнь, как наказание. Жизнь предназначена для развития, для работы над собой. Вот Бог вам дал испытания, побеждайте себя. Это не так сложно на самом деле. Вот у меня сейчас испытаний гораздо больше, чем у вас. Потому что мне надо ещё ехать по дороге. Понимаете? И вкладываться в других людей, а не в свою жизнь. Хотя я чувствую себя отлично. Но для этого нужно очень много делать для здоровья, для всего. Итак, чувство собственного достоинства – это часть человеческой психики. И сам, пожалуй, самая сложная для понимания часть, потому что именно чувство собственного достоинства является индикатором судьбы. Вот как настроено чувство собственного достоинства, так дальше будет протекать жизнь человека. И надо очень чётко разобраться с этим, потому что если человек будет чувствовать, как настроено его чувство собственного достоинства, то он будет также понимать, как действует его судьба. Вот, например, у девушки, с которой я до этого говорил, у неё сейчас чувство собственного достоинства надломлено. То есть она сломалась под влиянием судьбы, как Личность. Сломалась. И это указывает на тяжёлый период жизни, с одной стороны, а с другой стороны, указывает непонимание, как реагировать на судьбу правильно. Ну, то есть нет знания. Давайте поизучаем. У человека есть три компонента психики. Есть само психическое тело. Его в Индии также называют ум или манас на санскрите. Ну, то есть, или так называют тонкое тело человека или психическое тело человека. Ну, то есть это всё одно и то же. И суть заключается в том, что есть такое невидимое тело у человека. Оно фактически повторяет грубое тело. Так выглядит на психическом невидимом плане примерно так же. Оно состоит из каналов психических, двух типов каналов. Одни каналы, они выстилают все наши органы, клетки и так далее, мышцы, ткани. Ну, то есть, другими словами, эти психические каналы поддерживают наш организм для его жизни. То есть питают энергией, жизненной энергией наш организм. Это одна часть большая психики человека, занимается этим, поддерживает здоровье. Вторая часть психики человека поддерживает психические функции или само желание жить. Вот, допустим, между нами есть нити незримые. Вот у вас, допустим, со всеми родственниками есть связи какие-то. У кого-то связи эти приносят счастье вам, у кого-то страдания. Ниточки из сердца идут, ниточки, которые связывают нас с близкими людьми, с начальником завода, с президентом страны. Ну, то есть, со всеми, кто влияет на нашу судьбу, у нас есть такие связи. И мы на эти связи можем правильно реагировать и получать хорошую судьбу, или неправильно реагировать и получать плохую судьбу. Это психическое тело так работает у человека. У человека в психическом теле есть мысли, он думает, есть желание, он чего-то хочет, есть эмоции, то есть он как-то реагирует на все, что происходит. Это все находится внутри психического тела. В центре психического тела находится шар такой, невидимый шар энергетический, который состоит из тонких, очень плотных психических волокон, которые являются памятью о всех наших прошлых поступках и желаниях. И эти волокна, они сами, в свою очередь, делятся на маленькие кирпичики. То есть, эти волокна как из атомов состоят. Вот каждый атом, и его называют карма-васана, или узелок судьбы, карма-васана означает узелок или песчинка. Вот эти вот песчинки судьбы, они под влиянием времени выходят, ну то есть течет время, и они в свой срок выходят внутрь шарика вот этого. То есть, они выстилают снаружи его, выходят внутрь шарика, и там пространство такое энергетическое, его можно сравнить с водой, оно такую жидкую природу имеет. И эти песчинки меняют настроение этого пространства. А в центре этого пространства находится душа, маленькая искорка, вечная. И я, если говорить «я», что такое «я», я — это душа. И вот эта душа смотрит на этот мир глазами вот этого вот пространства внутри шарика. Если там мрачное пространство, значит мрачный мир. Если радостное пространство, радостный мир. И настроение вот этого пространства создают песчинки, которые выходят из снаружи вот этого шарика, ну с этой оболочки. Понимаете? Ну то есть, что бы я ни делал в прошлом, хорошего или плохого, приходит время, и я за это буду отвечать через восприятие мира своего. Вот это пространство наше внутреннее, внутри этого шарика судьбы, связывает нас с окружающими людьми. Этот шарик судьбы так сильно влияет на всех людей вокруг нас, что если у меня плохая судьба, значит близкому человеку тоже будет тяжело. И по факту это означает, что у него тоже в это время не очень хорошая судьба. Ну то есть, все синхронизировано в этом мире. Это все называется психическое тело, это все один компонент из трех. Ну то есть, в психическом теле есть чувства также, чувства, с помощью которых мы воспринимаем мир. Чувства слуха, зрения, обоняния, сезания. Эти все чувства, они имеют тонкую, невидимую природу. И они вечные. Ну то есть, другими словами, не вечные, они не умирают со смертью тела. Ну допустим, если глаз человеку выколоть, то чувство зрения при этом остается. И если человек, допустим, может переключиться на тонкое восприятие мира, грубого, то он начнет видеть мир без глаза. Это очень сложно сделать, но если человек тренируется, особая одаренность такую имеет, он может без физических глаз видеть все, что происходит вокруг. Но его видение не будет ограничиваться просто тем, что он будет видеть, допустим, предметы вокруг себя, он будет видеть судьбы людей также. Это другое немножко видение. Может быть, он предметы не так хорошо будет видеть, но будет хорошо видеть судьбу человека, его характер там и так далее. То есть, есть тонкое зрение, есть также тонкий слух невидимый, понимаете? Когда человек оставляет, уходит из жизни, оставляет грубое тело, то есть, уйти из жизни означает потерять только грубое тело, потому что психику свою, свой характер, свое настроение, поведение, человек вообще не теряет, свои мысли, все остается с ним. Все то же самое, только без возможности действовать в этом мире. Потому что мы действуем через грубое тело. То есть, человек все видит, все понимает, но не сказать никому ничего не может, не подать, никуда не сходить. Хотя он может перемещаться очень быстро на тонком плане. Итак, есть тонкое психическое тело. Мы говорим о психике человека. Грубое тело мы сейчас не обсуждаем. Второй компонент психического тела – это разум. Что такое разум? Это такая структура, которая, с одной стороны, дает энергию уму, через него идет энергия счастья. Но для того, чтобы психика жила, ей нужна энергия счастья. Или это на санскрит называется прана – жизненная энергия. А по-русски это просто энергия счастья. Есть в целом два вида энергии счастья. Один вид энергии счастья, он наполняет тело жизнью и здоровьем. Эту энергию дает природа. Вот природа. Вода, лес, земля, воздух. Дают энергию, которая входит в психические каналы, связанные с телом. Поэтому в здоровье все идет не от таблеток, не от того, что ты белков, жиров, углеводов достаточно имеешь, а идет от природы. Поэтому если человек с природой мало контактирует, у него нет ни хорошего настроения, что тоже признаком здоровья является, как ни странно, а не психики. Нет ни сил что-то делать и жить, а просто подавленность и слабость. А силы природы человек должен получать через движение. Потому что когда он просто инертно на природе находится, ничего в него не всосется. Нужно как бы накачивать в себя эту энергию. Поэтому люди, когда двигаются, ходят, бегают, зарядки делают на природе, они бодрые, жизнерадостные и здоровые. То есть если, допустим, в организме какие-то энергии скапливаются в каком-то месте, это называется болезнь. То есть болезнь означает, где-то что-то скопилось, и там начинается воспаление. Если энергия огня скопилась, значит воспаление. Если энергия воздуха скопилась, значит напряжение, будет боли в этом месте. То лекарства могут распределить энергию. Но если человек с природой не имеет дела, он пьет лекарства, и ничего не будет помогать, потому что у него нет энергии победить болезнь. Понимаете? Поэтому настоящее лечение идет от контакта с природой, а не от того, что ты нужные лекарства нашел. Даже без лекарств, если ты правильно настроен, если человек правильно относится к миру, эти энергии сами будут перераспределяться как надо. Это, как говорят, излечить себя сам, да? Но для того, чтобы излечить себя самому, для этого нужно контакт с природой иметь достаточно. Иначе у тебя не будет сил излечить себя самому. Итак, вторая часть психики – это разум. Что такое разум? Это структура, которая снабжает энергией праны, вот этой энергией счастья, все наше психическое тело. И снабжение – это происходит через настрой человека. Вот, допустим, что такое вера? Вера – это значит, что я чувствую источник счастья. Вот во что человек верит? Допустим, верит человек, женщина верит в мужа, что ей нужна семья, вот она хочет семьи, она верит в семью, значит, она будет получать оттуда источник счастья. Она верит в ребенка, допустим, своего, значит, оттуда будет счастье получать. Верит человек в то, что ему нужна квартира, значит, он от квартиры будет счастье получать. То есть во что человек верит, оттуда будет получать счастье. Но есть два источника счастья. Одни источники счастья временные, а другие вечные. Если человек верит в временные источники счастья, Эта вера всегда заканчивается тем, что человек попадает в глубокий стресс. То есть он продолжает оттуда ждать счастья, а там ему уже фигу показали. Там счастья быть не может. И человек переключиться не может, потому что разум не может так быстро поменять веру или свое понимание, откуда придет счастье. И поэтому человек живет в стрессе, пока не поменяет веру, для чего он живет. Итак, когда человек стремится к чему-то в жизни, это называется решимость. К чему человек может стремиться? Только к тому, во что он верит. Если человек во что-то верит, но он этого не достиг, то это называется цель. То есть человек ставит себе цель и пытается ее достигнуть. А самоспособность достигать цели называют целеустремленность. Все это функции разума. Решимость, целеустремленность, желание, вера, терпение также является функцией разума. Если человек чувствует, что ему это надо в жизни, надо просто подождать, то это называется терпением. Знание – это функция разума. То есть есть знание в уме, когда человек начитался чего-то, но этому не может следовать. А знание в разуме, оно вдохновляет человека следовать этому. Почему? Потому что человек очень сильно понимает, что это ему нужно. Ну, допустим, человеку говорят, ты должен повстречаться с этой девушкой. Она вот такая-то, такая-то, такая-то. Он говорит, хорошо, запланируем. Ну и сильно не прилагает никаких усилий, потому что он не понимает, зачем он должен. Это знание находится в уме. Он знает, хорошая девушка, симпатичная, вроде бы ко мне тоже хорошо относится. Но зачем он должен с ней встречаться, у него нет никакого чувства. Но когда он первый раз с ней встретился и полюбил ее, допустим, то он найдет время по-любому с ней встретиться, потому что у него появилось сильное желание. Вот в этом заключается знание, которое находится в уме, и знание, которое находится в разуме. Знание, которое находится в разуме, оно побуждает человека к действию. А знание, которое находится в уме, ни к чему человека не побуждает. Большинство людей в современном мире просто слушают все, изучают и ничего не меняют в жизни. Почему? Потому что их знание, оно находится в уме. Но чтобы знание пришло в разум, для этого нужны другие отношения. Вот допустим, если лектор понравился, он приносит счастье, тогда человек через счастье отношений тоже начинает делать то же самое. Это называется приход знания в разум. То есть знание в разум может прийти только через любовь, через отношения. Но если человек просто почитал там газетку, какая там может быть любовь? Никаких отношений, поэтому ничего не меняется в жизни. Итак, есть ум или психика человека, есть разум. А есть еще одна составляющая психики, которая вот прямо вот этот шарик судьбы, который находится в области сердца, вот он вот такой вот, размер вот такого вот у меня. У слона больше. Ну, с пропорционально размером тела, то есть маленький грудной ребенок у него меньше. Вот. У меня вот такой пример. Вот внутри этого шарика находится душа, то есть я. А там, как бы в шарике, в самом вот эта вот энергия судьбы, она у меня сейчас меняется. У меня был хороший период в жизни, несколько лет. Сейчас будет более жесткий период. И душа от этого напрягается и не хочется. Вот. Ну, так жизнь течет, то хорошо, то плохо, то все меняется. Итак, есть еще вокруг вот этого шарика судьбы есть такая энергия, которая может окружать шарика, может быть ниже его, может быть выше, может вперед уйти, может назад уйти, может влево, может вправо. И эта энергия называется чувство собственного достоинства. Вот если, допустим, человек шарик окружает полностью, это значит, что он свою судьбу принимает. Он как бы, ну, чувство собственного достоинства окружает шарик. Человек говорит, я совсем согласен в своей жизни, я все принимаю. Это называется удача. Вот если человек в таком состоянии находится, что он приобретает? Он приобретает красоту, приобретает мудрость, способность побеждать судьбу. Потому что судьба, чтобы быть побежденной, она должна быть окружена чувством собственного достоинства. Если чувство собственного достоинства куда-то ушло, то с судьбой уже ничего не сделаешь, она бесконтрольная становится. Она сама, что хочет с тобой, то и делает. То есть и астролог тогда становится прав, который говорил, что осеннее пальто может не покупать. Вот, понимаете, то есть как бы астролог может быть неправ, если ты принимаешь судьбу, и он может быть прав, если ты ее принимаешь. То есть если ты ее принимаешь, то тогда он может быть неправ. То есть ты можешь победить тогда судьбу, а если ты ее не принимаешь, тогда он будет прав всегда. Теперь, вот смотрите, допустим, судьба жесткая, да, победила чувство собственного достоинства. Чувство собственного достоинства и ушло вниз. Это называется унижение. Вот что такое унижение? Человек, когда униженный, он некрасивый, с ним неприятно отношения строить, потому что когда чувство собственного достоинства уходит вниз, то тогда разум не может в судьбу, туда внутрь, вот в этот шарик, свою энергию пускать. Ну то есть другими словами, у человека есть цель какая-то в жизни. Допустим, ему нравится там в гараже, с машины возиться, он получает от этого хорошего настроения. Но если он униженный пришел туда, в этот гараж, он там трудится, и никакого хорошего настроения нет, потому что у него нет такого состояния сейчас, в котором он может счастье от своего труда получить. То есть он унижен. Другими словами, что ему сейчас надо сделать? Надо сесть и каким-то образом принять судьбу, то есть согласиться с тем, что произошло. И тогда можно в гараже как бы трудиться в своем, и у тебя будет счастье. То есть счастье будет поступать в этот шарик, внутрь вот в этом шарике, вот здесь вы его и чувствуете. Он говорит, у меня как бы на душе радостно. И на душе не случайно светло, и не случайно весело. То на душе означает вот здесь, в этом шарике. Вот все знают, что на душе это не здесь, не здесь, как бы, а вот здесь, да, на душе весело. Вот у девушки в желтом сейчас на душе смешно стало, и она смеется по этому. Олег Геннадьевич запел ни с того ни с сего. Вот. И стало смешно на душе. Ну то есть вот там в этом шарике может быть смешно, грустно там и все прочее. Это все возможно, хорошие эмоции внутри шарика бывают только у тех людей, у кого чувство собственно достоинства находится вокруг шарика. Ну то есть человек совсем согласен с жизнью. Но если человек с чем-то не согласен с жизнью, его чувство собственно достоинства может куда-то улететь в сторону. Например, есть время, да, то есть жизнь, она диктует свои права. И человек, он не может принимать жизнь, он не может приходить на работу, потому что там ему капец как тяжело. Не может рядом с мужем находиться, потому что там тоже капец как тяжело. И в этом случае чувство собственно достоинства уходит назад. Назад уходит у человека. Когда чувство собственно достоинства уходит назад, это значит, что человек не хочет жить. Это значит, это состояние называется депрессия. Понимаете, что такое депрессия? Человек не принимает жизнь. И он не знает, что с этим делать. Понимаете, часто люди, вот в чем проблема-то заключается. Люди не знают, что с этим делать. Вот человек, если жизнь не принимает, жизнь идет, да, а человек его не принимает, эту жизнь. Он не знает, что дальше делать-то. Если как бы спросить меня, вот меня, что делать, надо понять, что принятие возникает от того, что у тебя появляются силы и желания, две вещи. Вот, допустим, силы принимать жизнь могут прийти от добрых людей, от Бога, от природы, потому что есть три, энергии судьбы и три, источникой противодействия. Ну, допустим, если судьба идет в здоровье и рушит его, то тогда нужна энергия природы. То есть тебе надо идти на эту природу, любить ее, и там бегать, прыгать, то есть совершать усилия. И ты приобретешь энергию природы и победишь болезни. Если у тебя рушится все в социуме, то есть ты как бы чувствуешь, что замуж не можешь выйти, устроиться на работу не можешь, поладить с начальством не можешь, страна тебе не нравится, город не нравится, все что-то как-то плохо, или что-то одно из этого всего, то тогда в этом случае тебе не хватает энергии добрых людей. То есть, другими словами, ты должен что-то для людей делать такое хорошее, чтобы у тебя появились друзья, близкие люди какие-то, которые бы тебя подпитывали этой энергией. То есть энергия добрых людей дает человеку возможность, женщине, стать красивой, чтобы выйти замуж. Мужчине стать привлекательным, чтобы его взяли на работу. Человеку стать обаятельным, чтобы его начальство не ругало и так далее. Это все энергия людей, от людей идет, понимаете? От людей, которым ты приносишь доброту, и они тебе отдают назад. И есть третья энергия, это энергия, когда ты чувствуешь, что у тебя есть какие-то непреодолимые препятствия в жизни, например, суды-пересуды, какие-то проблемы с тем, чтобы отдать ипотеку, долги, еще что-то, что-то тебе кажется, что это вообще никогда не кончится. Это называется энергией Бога. Ну, то есть, другими словами, тебе не хватает милости, тебе надо молиться, идти в храм. И если ты это будешь делать, то у тебя появятся силы, и ты почувствуешь, я отдам ипотеку. То есть, вот, допустим, есть долг у человека, определенное количество, да? И есть два способа восприятия этого долга. Один человек думает, я отдам, а другому не отдам. Понимаете, и разница между этим восприятием такова, что один думает, что я отдам, потому что у него есть силы отдавать, а другой думает, я не отдам, потому что нет сил отдавать. И эти силы идут от контакта с Богом, как ни странно. Если человек помолился, он чувствует, отдам, и живет дальше. Не помолился, не отдам. Или девушка не может выйти замуж, она думает, не выйду замуж. Значит, у нее не хватает энергии Бога. Если она помолилась, она чувствует, выйду замуж. Значит, хватает энергии Бога. Итак, человек находится в депресснике, чувство собственного достоинства ушло назад. Смотри, что у тебя туда привело. Если здоровье, иди на природу побегай. И при этом ты должен учиться любить природу, потому что некоторые настолько отупели, что они даже не знают, что она приносит счастье. Они говорят, да там экология. Вот, я позавчера побежал в Нижнем Новгороде, побежал к Волге. Ну, бегать в долгой Волге, бегать. Там никто не бегал в это время, кроме меня и моего помощника. Все остальные, ну, отупели, они просто там у себя в домах сидят, не понимают, что Волга дает человеку здоровье и счастье. Вот, и мы с ним вдвоем побежали. Но сначала мы бежали, и там много было машины, так как мы в низину бежали, поэтому очень много выхлопных газов. И мы настроились на Волгу, а не на выхлопные газы. И в результате все нормально. На что человек настроен, то он и получает. Вот у меня один родственник жил вообще в Чапаевске. Чапаевск это такой город, в котором тогда еще, я не знаю, как сейчас, нечем вообще просто было дышать. Я когда туда приезжал, там просто, ну, нечем дышать, потому что там такая химия, химические производства, просто вот ты вдыхаешь и не можешь чувствовать воздух, а чувствуешь химию. И так он, он так любил свое дело, свой труд, что он прожил долгую жизнь и не болел. Несмотря на то, что он жил вот в таком вот ужасном месте. Я о чем вам сейчас говорю? О том, что организм человека может быть здоров, если он настроен правильно. Или, допустим, аллергия, что такое? Когда человек, малейшие какие-то неполадки, что-то ему не нравится, начинает реагировать сильно на это, может быть, на филактический шок даже, он его там замкнет, что он дышать даже не сможет. Организм протестует против чего-то неправильного. И есть люди, настроенные очень негативно, они вот чуть-чуть не так, как не по их, и они все уже ломаются. А есть люди, которые радуются жизни, несмотря на выхлопные газы. И чувствуют энергию при этом, на сто человек настроен, то он и чувствует. Вот мы бежали к Волге и чувствовали Волгу, а не выхлопные газы. И поэтому ничего не нормально, отлично пробежались, хорошее здоровье. Это не значит, что надо как бы в выхлопных газах все время бегать. Конечно, лучше бегать вдоль Волги, где хороший воздух. Но я вам говорю сейчас о состоянии души в отношениях с судьбой. Если человек не настроен на позитив, это значит, что у него нет сил на это. Нет энергии. Если, допустим, почему нет сил, почему нет энергии, нет знания так же. Девушка думает, я не смогу выйти замуж никогда. Почему он так думает? Потому что она не знает, откуда брать энергии, чтобы выйти замуж. А это что это за энергия такая? Это энергия красоты, которая щечки наполняет. Делает красивой. Ну сколько как бы не нарисует все на лицо, все равно это некрасиво, если нет энергии. Понимаете? Если есть энергия, то любое как бы покрасило что-то и красиво стало. Почему? Потому что исходит энергия красоты. А что такое энергия красоты у женщины? Это буквально энергия любви к людям. Потому что женщина рождается для любви к людям. Поэтому ей Бог дает человечка маленького из-за этой любви, как награду. Если женщина заботится обо всех, любит всех, она красивой становится. А если она как бы грусть, тоска меня снедает, ну то есть не женат лишь я хожу. Ну то есть если она в таком состоянии находится, то она никогда замуж не выйдет, потому что она некрасивая. Ну то есть красивая, вы скажете, красивое это лицо, понимаете, Олег Геннадьевич, это нос такой, губы такие красивые, вы понимаете? И некрасивые. Это бред полный вообще. Вот это бред. Потому что, ну какой губы и какой нос, это всегда выбираемо. Ну то есть кому-то нравятся такие губы, кому-то такой нос. Это все как бы вопрос вкусов, понимаете? Если бы она ходила такая, никто бы на нее не посмотрел. Ну то есть она любит людей. И чувство, собственно, достоинства у ней хорошее. Ну лицо, допустим, кажется неприметным. Но от нее такая энергия идет, что она его косит. Вот и все. Итак, депрессия, да? Депрессия означает, что у человека нет энергии, то есть он не получает энергию, которая бы ему нужна была, чтобы победить судьбу, и чтобы судьба, чтобы чувство, собственно, достоинства окружило судьбу и все, и держало под контролем. Не хватает сил. И не хватает знания. Потому что если человек не знает, что делать, откуда он сил-то возьмет. Вот человек, допустим, болеет, он не знает, что надо бежать к реке, к лесу, а не в больницу. Если он не знает, куда бежать, то он и не получит ощущение, что все классно. Вот, допустим, замкнуло поясницу, человек сразу становится... То есть чувство, собственно, достоинства опустилось вниз сразу. Он перестает быть мягким, пушистым, становится скользким и вонючим. Человек, когда чувство, собственно, достоинства опускается вниз, человек становится униженным, некрасивым. Почему оно вниз опустилось? Потому что судьба подкосила. Человек болеет. Ему плохо стало. Но если он выполз на природу, пополз туда, вот, на природе, постепенно, как бы, он набрался силы, ему легче стало. Просто надо знать, куда ползти. Вот, допустим, если напрягает позвоночник, значит, нужна энергия воды, энергия солнца. А если позвоночник, наоборот, очень слабый, тогда энергия воздуха нужна. Понимаете? Энергия деревьев. Ну, то есть, ну, это чуть-чуть ее покажет, так сказать. Если ты ищешь, если собачка нюхает, что покушать, она вдохновлена, что надо кушать. Если она не вдохновлена, то она просто помрет. А если она, как бы, чувствует, что надо кушать, то она найдет. Она будет это понюхала, то понюхала, и, о, вот это мне подходит. Все. Понимаете? Бывают же собачки лежат и никуда не бежат, да? Это значит, что, видно, все знают, птичка сидит, никуда не бежит такая. Это значит, что она все хочет умереть уже. Ну, вернее, не то, что она хочет, а просто она, ну, уже не знает, что делать. У нее нет выбора, понимаете? А может быть, вы можете ей помочь, да? То есть, знание помогает. Вот, допустим, птичке очень холодно, она примерзла, можно ее отогреть, и она потом опять будет жить. Но она не имеет знания, она не знает, куда лететь, везде холодно. У нее, допустим, нет знания, у вас есть. Итак, знания плюс действия, направленные на приобретение энергии, приводит чувство собственного достоинства, способность побеждать судьбу. То есть, судьба надавила на чувство собственного достоинства, время надавило, и чувство собственного достоинства ушло назад, в депрессняк. И если человек не знает, что делать, как он себя ведет, такой человек, он не знает, что делать. Он просто находится в депресснике и воспринимает мир с позиции депрессняка. Он видит счастье в этом мире, такой человек? Нет. Он понимает смысл этого мира? Нет. Ему нравится жить в этом мире? Нет. И он стоит возле окна, думает, что такое вообще, все что-то все радуются, мне что-то все плохо. Потому что он не знает, что делать просто, у него нет знания. Ему надо понять, от чего депрессняк, если у тебя депрессняк, то, что на работу не можешь устроиться, ну иди, добрые дела людям делай. От доброты человеческой ты вдохновишься и почувствуешь, что ты способен работать. У тебя появятся эти силы от добрых слов людей. Ну иди там, допустим, бабушке помоги какой-нибудь или там кому-то еще помоги, другу что-то сделай хорошее. Отвлекись от себя. Пока человек не может отвлечься от себя, он в депресснике находится, он так и сдохнет там в этом депресснике.